Привет, меня зовут Даша и чудесная девушка под замечательным именем Алёнушка попросила меня показать то, что я сделала своими руками. Однако я вот сейчас на камеру покажу преимущественно вязаные вещи. В конце видео тебя будет ждать слайд-шоу с фотографией с моими изделиями. Сразу причислю, чтобы не было потом вопросов. Я умею плести бисером, но не очень люблю. Я умею вязать, вышивать, делать тетрадки своими руками. Даже пыталась делать куклу, варить мыло. Я на самом деле очень многое пробовала. Но в видео я покажу преимущественно связанные вещи. Ну вот, не странно, покажу я сначала не вязаную вещь. Это вот такая вот тетрадка. Я не думаю, что она мне удалась. Она такого большого формата, достаточно толстая. Здесь, наверное, страница 60. Они такие разноцветные. Я думаю, мне ее на всю жизнь хватит. Здесь такой форзац, видите, звездного неба. И сзади тоже. Здесь есть закладочка. Сама обложка такая из ткани, просто обычный голубой. Вот такая вот. То есть, это моя первая попытка и пока единственная. Как-то меня не завлекло вот это вот. О! Если интересно, заодно покажу, как я храню свои вещи. Ну, в этом нет ничего особенного. Я храню их вот в таких сумках от Ифраше, которые они высылают бесплатно при заказе. Ну, там нужно просто под акцию попасть, если тебе хочется. Первая вещь, которая была не салфеткой, а такого... Немножечко в плане одежды, такого большого масштаба. Это была вот такая вот шаль голубая. Правда, это больше похоже на морской нелад, нежели чем на шаль. Она очень-очень длинная. Я обожаю именно очень длинные шали, и не смотри на ее дырчатость. Она превосходно греет, как ни странно. Да. Это было мое первое такое глобальное изделие, и... То есть, в котором нет салфетка. Я ее связала относительно быстро, за три месяца. Вот. Учитывая, что я и так связала ее эпизодически. Она очень длинная. Вот я сейчас сижу, к сожалению, не видно. Вот. И она достает до самого пола, еще немножко по полу. Соответственно, я этим очень довольна, что она такая длинная. Далее. Потом мне захотелось чего-то классического. И я связала белый платок, который храню в похожей сумочке, но уже поменьше, соответственно. Ну, так как я торопышка, нетерпелюшка, и вообще все такое, мне не терпелось. Мне хотелось поскорее. Я слишком рано закончила платок, и он мне просто банально мал. Вот он. Кисти. То есть, и если я его надеваю, то в идеале платок должен, он, когда вытягиваю руки, он... По моему мнению, его конец мешара не считается. Жената закрывать руки полностью вместе с кистями. Видите, только до запястья доходят. Поэтому я не очень довольна этим изделием. Еще одно изделие, которое я тебе хочу показать. Я его сделала очень быстро, недели за две. Но дело в том, что я была в отпуске, и я прервалась только на сонную еду. Все остальное время только сидела и делала вот эту вещь. Это тоже шаль. Вот такого плана. С кистями. Сразу скажу, чтобы ты меня потом не донимала. Вот это, это... Как бы абстрактная векура, не поверишь, с чего? Сакуры. Это двухсторонняя гладь, которая у меня не совсем получилась. Как ты можешь видеть, я тебе с задней стороны сейчас показываю. Здесь сочетаются между собой два вида рукоделия. Вышивка, вязание и шитье. Я чувствую, что мне сейчас будет очень-очень жарко. Мне, кстати, очень нравится, что в этом полотене... Значит, когда на меня смотреть с лицах, то кажется, что это просто, ну, такой, да, милославный, скромный очень палантин с белыми кистями для контраста. Если на меня посмотреть сзади, то видно, что это что-то такое. Да. И следующее изделие, которым я действительно очень сильно горжусь. Единственное изделие, которым я горжусь, которым довольно от и до. Находится у меня в таком огромной оранжевой сумке. Ты не поверишь, что это. Это скатерть. Она, конечно, сейчас в камеру не поместится. Ну, то есть, вот такая какая-то. Значит, какая предыстория? Я очень уважаю 9 мая прямо. Это для меня очень важно. Мы всегда в семье отмечаем этот день. Как говорится в песне, нет России семьи таков, который не был бы славен в свой герой. Вот у нас в семье были люди. И даже если бы все у меня выжили, я бы все равно очень трепетно относилась к этому дню. Ну, и я придумала связать своими руками, отдать дань этим самым и связать такую скатерть в георгиевских оттенках. То есть, это оранжевый и черный. Получилось снять что-то такое очень яркое и симпатичное. Я очень-очень-очень довольна этим своим изделием. Это единственное изделие, которым я довольна от и до. На этом не заканчиваю свое видео, но ты и я с тобой прощаюсь. Желаю тебе, чтобы твои самые, даже самые грандиозные идеи всегда воплощались именно так, как ты это задумал. Ну, я с тобой прощалась, но ты видео не выключай, потому что сейчас будет слайд-шоу с фотографиями. А пока-пока! Я свяжу тебе жизни Из веселой меланжевой пряжи Я свяжу тебе жизни И потом от души подарю Где я нитки беру Никому Никогда Не признаюсь Чтоб связать тебе жизни Я тайком Распускаю Свою Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому